Продолжение следует... Программа 4212. Приехали на Карла Маркса 108. Так, что нас здесь должно интересовать? Слава, с этой стороны покажем. Тут оно красноречивее выглядит. Дупло с едой. Сыпется все. Причем позвали нас сюда не жители дома, возле которого растет это дерево, а соседнего дома. Макс, слушай, потому что мы ходим по этой дороге. Мы попросили, почему это дерево не убираете? Они сказали, упадет, уберем. Управляйка, так сказала? Да. Диспетчер. Но так оказалось, что управляющая компания уже сменилась. Сейчас у них новая управляющая компания. Речь идет про... То есть это заявляла предыдущая? Пришла новая управляющая компания сюда, Розентальгрупп. Получилось так внезапно. То есть пришли, соответственно, все грехи предыдущей управляющей компании легли на наши плечи. Вот, соответственно, мы будем работать, мы будем все исправлять. Какие будут решения? Что будем делать? Решения. Мы, соответственно, напишем заявление в администрацию города по благоустройству. Вот, соответственно, приедет их специалист, оценит состояние дерева, несет ли оно угрозу жизни и, соответственно, прохожим и жильцов. Соответственно, они дадут добро. Или сейчас можно будет выполнить, хотя это вряд ли. Это молаживающая обрезка только в определенный период. Вот, если снос дерева, то можно, соответственно, круглый год. Ну, я думаю, на этой неделе мы составим письмо. Вот, и надеемся, что в конце недели они уже отправят специалистов. Вопрос дальше. Посмотрите. Тополя, опять же. Смотрите, специалист приедет. Проводите его к другим деревьям. Конечно, да. Что же делать, если, по мнению жителей, во дворе находится опасное дерево? С этим вопросом мы обратились в администрацию города. Управляющая компания обязана обеспечивать безопасные условия для проживания и в соответствии с требованиями различных многочисленных законодательств. Если мы говорим о содержании зеленых насаждений, то требования регулируются правилами благоустройства городского округа, город Хабаровск. Есть случаи такие, когда деревья растут под наклоном, над пешеходными, проезжими частью, как в данном случае, если мы так видим. Поэтому исходить надо смотреть, что это за дерево. Управляющая компания должна прийти к нам в управление по охране окружающей среды, потому что любой снос на любых территориях, кроме индивидуальных жилых домов, на основании разрешения на обрезки либо снос зеленых насаждений. Еще один вопрос возник, да, к их управляющей компании, не к вашей. Да, складируют мусор именно сюда. То есть 108-й дом к вашему 106-м. Да. Утром с мешочками идут, складывают, вечером идут, складывают. В 6 утра приезжают, мусоровозка выгружает. Наш дворник не может закатить, потому что уже с утра у нас полный ящик. Сейчас пик, идут на работу, мешочек выкинули и пошли. Мешочек выкинули и пошли. А у них есть своя контейнерная площадка? Вон. Контейнерная площадка находится на территории Карломарса 108, дробь 2, за домом. Они говорят, а мы не знаем, где наша мусорка. Я говорю, пойдемте покажу. С этого дома у нас вода постоянно течет. Течет, течет. Возле нашего дома вообще нет вальта, ничего. У нас вот здесь лежат двери, лежат доски. Как воды? Конечно, чтобы пройти к дому, к своему. Помимо вот этой канализационного стока, вот дождевые все стоки, вот это все с города, оно все спускается сюда. И вот эта неправильно сделанная вот здесь отмостка. А вот это накопилось откуда? Тащат. Тоже тащат к вам сюда, под нос. Это магазинские коробки, да. Скорее всего. Вот эту вот столешницу. Ну это вам надо с вашей управляющей компанией? Говорили. Как ваша управляющая компания называется? Прамлит. Прамлит называется. У вас накопились вопросы и к управляющей компании соседнего дома, а к вашей управляющей как? Может быть, вот они поменяли управляйку. А у вас нет такого желания? Собрание собственников собирать. А у нас никто не хочет собираться и решать проблемы. Ну, как всегда. Пойдемте, они смотрят как раз, откуда вода течет. Вопрос спила, чтобы... Не, вот этот магазин, кстати, вам туда, по коробке складируют. Ну, у них в магазине... Ай, бардак! Если бы был дождь, вы бы увидели, что здесь творится. У нас дома вообще проблемы. Я набираю полные туши. У нас ни детской площадки нету. Ни лавочек, чтобы бабушки вышли. Бабушкам сказали со своими тубаретками ходить, и сели, посидели и ушли. Надо было Прамлит еще сюда звать. Вы сейчас посмотрите, как работает Розенталь в соседнем доме. Может, вам захочется к ним тоже перебраться? Подписи собирать. Ну, заочи-то проведете. Как-нибудь? Вы сначала поработаете тут, хорошо? Мы и так вот работаем. Видите, уже сделаем отмостку. Чтобы сниматься грунт, соответственно, будет восстанавливаться отмостка, которая когда-то здесь была. Но это повлияет как-то на потоки воды к соседнему дому? На потоки воды. Мы, конечно же, этот вариант тоже рассмотрим. Посмотрим, чтобы их направить как-нибудь. Вот так, чтобы не подмывало. В другую сторону. Ну, просто вы сами видите, что рельеф, да. То есть это именно самая низшая точка. Программа «42.12» работает по обращениям граждан. О результатах своей работы мы обязательно здесь рассказываем. Пишите, звоните нам, присылайте фото и видео на WhatsApp. Подписывайтесь на нашу страницу в Instagram. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова